Дракарис спокойно стоит в столе и ест любимое лакомство сахар. Совсем недавно он пережил долгий и тяжелый путь. Он был выкуплен с пензенской бойни. И этому поспособствовали представительницы конного клуба в Кобякове. Они открыли денежный сбор, чтобы спасти животное. И вот этот вот представитель, это косячный жеребец, то есть это многодетный папа. Он гулял, ему примерно 6 лет, он гулял в табуне. То есть это лошади, никогда они не содержались в конюшне. Он круглый год находился на выгуле, на выпасе. У него был свой табун, свои мамки, свои детки. Весь табун собрали и отправили на бойню. Недавно у дракоши, так ласково называют его на конюшне, были первые пробы верховой езды. Он попадает в класс пони и будет спортивной лошадью для детей. Но история спасения на этом не закончилась. Спортсменки привезли еще одну кобылу, которую выкупили за свои деньги. Мария Антуанетта – буденовской породы и еще оказалась жеребая. Дракарис и Анюта живут здесь уже 4 месяца. Со всеми животными была проведена большая работа. Им делали прививки, проверяли на наличие заболеваний. Еще одну лошадь забрали совсем недавно. Его пришлось в экстренном порядке отмывать. На то, чтобы его отмыть, ушло 3 часа времени. То есть флакон шампуня и 3 часа времени, чтобы привести его в более-менее адекватный вид. Назвали его визерион. Еще раз повторюсь, пока он ничего у нас не делает, только ест и гуляет. До лета точно. Летом мы, возможно, начнем с ним заниматься. Все, опять же, зависит от того, в каком он виде будет. В каждое животное важно вкладывать частичку своей души, уверенные представители конного клуба. Сейчас за лошадьми тщательно ухаживают и активно принимают участие в их реабилитации. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».